На портал Акзагет поступил вопрос. Грешно ли постыдные грехи исповедовать не у того батюшки, у которого исповедуешься постоянно, а у другого? Конечно, грешно. Потому что ты кому исповедуешься? Богу, не батюшке отнюдь. Батюшка все лишний недостойный свидетель. А почему ты не хочешь исповедиться своему батюшке? Потому что тебе стыдно. Батюшка о тебе будет плохо думать. Он будет не так тебя ценить. А это что значит? Значит, батюшка заслонил тебе Бога. Ты не к Богу приходишь, который все знает, которого бессмысленно что-то скрывать. Ты приходишь к батюшке. И значит, у тебя уже в твоем отношении с Богом, вот это покаяние перед Богом, оно будет уже ущербное, несовершенное. И ты с такими грехами уже не так легко расстанешься. Вот он смысл, что значит иметь своего батюшки. А зачем свой батюшка, если он тебе не помогает? Ну, это твой не твой батюшка. Это твой батюшка, то там батюшка, который ты ходишь, эти пасы на грехи и говорить. Получается так. Это как, знаете, к врачу. Вот у меня есть любимый врач, с такими болезнями, такими я к нему хожу. А если чуть серьезненько, я тут так как-нибудь другую, чтобы его не расстраивать. Ну, это смешно же. Потому что это не твой врач. Поэтому... А потом, знаете, священники, как раз священник, они же чувствуют, когда их так, знаете, обходят. То есть, так же, как, знаете, недоверие. Это вообще не такие уже не христианские отношения, а такие душевные, братские, языческие, можно сказать, священник. Значит, вы просто в него священника уже не видите. Он ваш друг, ваш знакомый. Вы цените его мнение. Но для вас он же не священник. Все. Вы можете от него после этого уходить. Если вы не можете ему исповедовать свои грехи, вы можете от него уходить. Потому что он вам пользу уже не приносит. Идите к тому, кого вы не боитесь. Поэтому, привыкая к священию как к человеку, в том смысле, что вы уже в нём человека только видите. Цените его мнение. Это вам мешает восповедоваться. Значит, вы просто потеряли духовника. Может, приблили друга. У меня мой духовник, сказал одному своему хорошему знакомому, сказал, слушай, мы с тобой же друзья. Ищи другого духовника. Я сам этот человек воспоминания оставлял, там написал это. Так вот, очень известная личность из 70-х годов. Вот он так вот написал. Вот так. Даже сам духовник может увидеть, что вот такие отношения, недуховные, взять и отправить. Ищи другого духовника, которого ты не будешь бояться. Который будешь приходить за помощью в деле борьбы с грехом. Это смысл духовничества. Поэтому, когда это делают, это всё, это перечеркивают. Духовничество, духовная жизнь, всё. Тогда всем надо участвовать. Просто надо лучше всего туда уходить. Всё. Вот. И искать того, кого вы не будете бояться. Которого вы будете уходить с любыми грехами. А вот если ходить ко всем батюшкам понемножку, знаете, так вот, чтобы не всех расстраивать, а в этом одно, другому другое, в этом третье. Рахута у вас духовника не будет. Не будет. Человек, который будет вас знать и сможет сильно вам посоветовать. Потому что батюшки не все прозорливые. Так что сразу, знаете, как пришёл, сразу тебе всё и выдал. Всё, так сказать, протокол лечения в медицине. Вот. Всё-таки человек должен с тобой путь соли съесть, чтобы тебе узнать и знать все твои такие моменты, да, что тебе может, что нельзя, там, сладкое можно, с Аленой нельзя, и наоборот, ну так это, образно говоря. Вот. Хотя у тебя не будет просто духовника. Вот. И вторых, опять же, это потворство своей гордости, потворство не верю во Христа. Опять же, вам уже все эти священники будут закрывать Христа. Поэтому мы приходим ко Христу. Если вы не можете, надо назвать грехи свои слов, бывает, что настолько стыдно, что пишите их, то я знаю, что люди, некоторые не могут, берут-то записку, почитать, не могу просто произнести. Ну, так зарази написал, дал, или там напечатал, дал, уже немножко психологически легче. Но это нужно, чтобы прийти ко Христу, и Христос вам простил. А уж батюшка, там это уже второстепенные вещи. Это в этом смысле любому батюшку может хоть к дому ходить. И к разным. То есть, это не должно никак никакой роль играть. Понятно, роль играет, когда там батюшка более там, он просвещен, его советы. Да. А так можно к любому батюшке ходить, потому что ты приходишь ко Христу. В этом смысле можно ходить, может, к дому батюшке. Без разницы, что ты там говоришь. Это будет правильное отношение, что ты пришел ко Христу. И к человеку в ряде. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...